Ситуация на фронте сегодня 30 апреля. Россия не отказывается от планов по оккупации украинских территорий и продолжает вести захватническую войну. Окупанты наносят удары и совершают обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. Об этом сообщает РБК «Украина», со ссылкой на генеральный штаб ВСУ. Сегодня противник нанес два ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также, в течение суток, нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, по позициям наших войск и населенным пунктам, сказано в сообщении. В Генштабе напомнили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. На Волынском и Полесском, направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории Республики Беларусь, и в дальнейшем находятся определенные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации. На Северском и Слобожанском направлениях противник, продолжает удерживать определенное количество войск, в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес. Авиационные удары по населенным пунктам, Красный хутор Черниговской области, и Середина Будо-Сумской области, повреждены частные дома. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Гологановка, Леоновка-Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы Середина Будо-Дружба-Бачевск-Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарная, Стрелечи, Глубокая, Красная, Волчанск, Лошакова-Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелом противника, подверглись населенные пункты Каменка, Красная-1, Двуречная, Лиман-1, Кисловка, Берестовая-Харьковской области и Новоселовской-Луганской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелом противника, подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения, а именно, Невская, Диброва, Белогоровка-Луганской области, Колодязи, Верхнекаменская, Спирная и Раздоловка-Донецкой области. На Бахмутском направлении враг, продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник, вел безуспешные наступательные действия, в направлении населенного пункта Ивановская. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов-Яр, Ивановская, Константиновка, Белая гора, Делиевка, Северная, Железная, Южная и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник, вел наступательные действия, в районе населенных пунктов Авдеевка, и Первомайская и Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новокалинова, Авдеевка, Тоненькая, Карловка, Водяное и Первомайская. На Марьинском направлении противник, продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелом подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток, враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Углидар, Причистовка, Новоукраинка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник, продолжает вести оборонительные действия. В течение суток враг, совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них. Времовка, Бурлацкая, Новоселка, Новополь Донецкой области. Ольговская, Гулийполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменская Запорожской области, а также город Херсон. Нанес авиационный удар, по населенному пункту Кизамыс Херсонской области. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия, на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток, было отражено, более 20 атак противника, на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону, пишут в Генштабе. Местным больницам временно оккупированного Луганска, все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в город, недавно из Московской области, прибыла группа медицинских работников, в частности хирурги. Официальная цель приезда – обмен опытом и помощь медицинским учреждениям Луганска. В последнее время безвозвратные потери, из принудительно мобилизованных в армию РФ жителей Луганска, и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих, на похоронных процессиях до 6 человек. Кроме того в этом контексте, так называемое МГБ настаивает, именно на кремации погибших в противовес захоронению. Авиация сил обороны за сутки, нанесла три удара, по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток, поразили четыре района сосредоточения вооружения, и военной техники, а также живой силы, склад боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии, и логистический центр оккупантов. Напомним, что в Бахмуте военнослужащие одного из пограничных подразделений, отразили две вражеские попытки штурма. Утраты неприятеля уточняются. Представитель восточной группировки войск ВСУ, Сергей Чареватый, на Бахмутском направлении нашим воинам, удалось достичь паритета в артиллерии, благодаря точности работы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.